Всем привет! Сидите, наверное, такие думаете, что бы еще такое посмотреть? А тут бац, выходит мое новое видео. И вот пока мы все вместе ждали наступления этого светлого момента, я спаял новую прикольную железяку, о которой я сегодня ничего не буду говорить, кроме того, что уже сказал. Но она прикольная. Сегодня мы посмотрим на живой пример того, в какую кашу превращаются мозги обывателя после обработки результатами неустанного труда уважаемых экспертов, денно и нощно разоблачающих проклятых аферистов. Под нож беспощадной критики полетит и форма нашей планеты, и возможность летать в космос вообще, и на Луну в частности, а также мы коснемся, так сказать, важного момента нашей родной истории. Ну, совсем так, вскользь. В полимическом задоре некоторых интернет-дискуссий некоторые из моих собеседников используют аргумент типа «Vox Populi Vox Dei», то есть, если у миллионов людей по какому-то вопросу совпадает мнение, то это автоматически делает их правыми, а, соответственно, тех немногих, кто смеет вякать что-то поперек, делает неправыми. И в таком случае остается только удивляться, зачем нам эти ученые-дармоеды, их же единицы, пусть толпа все решает. А в данном случае этот аргумент выглядит как-то примерно так. «Люди не верят только американцам, а в полете Гагарина никто не сомневается. Это значит, что Гагарин точно был в космосе, а американцы точно не были на Луне». Ну, вот характерный пример такого высказывания. Цитату этого автора я взял за пример, но, поверьте мне, этот товарищ достоин отдельного видео, и, наверное, я как-нибудь его сделаю. Вот он пишет, в числе прочего, что «Ведь никто не оспаривает полет Гагариной Терешковой, и в наших музеях нет подобных порочащих экспонатов». О каких экспонатах речь я потом как-нибудь объясню. То есть, вот, пожалуйста, Гагарин точно был в космосе, потому что он там был. А американцы точно не были на Луне, потому что они там не были. Ссылку на исходное видео любезно подбросил мне один из подписчиков. Эту ссылку вы видите на экране. И, разумеется, я не буду мучить вас просмотром, и тем более подробным разбором, и даже неподробным разбором всех 44 минут исходного в шедевра. Мы сосредоточимся только на одном пункте из множества. И вот где-то примерно с девятой минуты независимый мыслитель и заодно автор канала с пафоснейшим названием «Сфера знаний» почему сфера, почему не плоскость, делятся с нами потрясающим открытием. Внимание на экран. Ну, защитить, а зачем ему? Это же затраты энергии. Ну, вот как раз эволюционисты должны подтвердить это, те, кто верят в эволюцию. И вот имея... Вот имея такое нежелание думать, человек останавливается на том, что уже ему известно. И людей, которые ищут что-то новое, ответы на свои вопросы, их категорически мало. Давайте на всякий случай запомним эти слова о том, что людей, которые ищут ответы на свои вопросы, категорически мало. Посмотрите, сколько людей вообще занимается наукой. Наука – это одно из подразделений, как сказать, направлений, где человек развивается. Есть развитие, просто некоторые вещи, не названы наукой, о которых я уже говорил. Но принцип лежит одинаковый. Принцип развития и принцип того, что человек желает что-то узнавать новое. И вот это тоже давайте на всякий случай запомним. Вдруг пригодится. То есть наука – это когда человек ищет что-то новое, даже если это не наука. Если бы не было таких людей, то мы бы остались далеко в прошлом. Сейчас бы мотыгой обрабатывали свои огороды. Но вернемся к литературе, к изысканиям. Как же, где же искать вопросы, ну, как мне кажется, на более, иметь глобальные ответы. Кто мы, что мы и зачем мы. Действительно ли мы являемся имеющие бессмертное начало. Очень хороший вопрос. Кто мы и действительно ли у нас бессмертное начало? Ну, ответ на этот вопрос уже, в общем-то, известен. Мы – люди. И мы, к сожалению, смертны. Точно так же, как и все прочие многоклеточные, высокоорганизованные формы жизни, населяющие планету Земля. Увы, мы в этом плане ничем от них не отличаемся. Но вот если бы мы были, скажем, гидроидными полипами, то, наверное, ответ на этот вопрос звучал бы как-то иначе. Если бы хоть кто-то мог бы его задать. Вообще о нашем мировоззрении. Я вот скажу вам простой пример. Сейчас масса людей уверены, что Гагарин или там американцы высаживались на Луну. Гагарин или там американцы высаживались на Луну. Гагарин или там американцы... Гагарин... Вообще-то на моей памяти никто и не утверждал, что Гагарин высаживался на Луну. Где эти массы, уверенные в обратном, я не видел. Покажите. Так, товарищи, сейчас перепишем всех, кто сказал, что Гагарин был на Луне. Называйте имена, фамилии, народ должен знать героев. Так, вы сказали, что Гагарин был на Луне? Вы... Кто... Кто сказал, что Гагарин был на Луне? Ну, я вам предлагаю посмотреть на это. Это просто пример. Не нужно потом цепляться в комментарии к этому примеру. Посмотрите в музее космонавтики, как выглядела... Ну, костюм. Скафандр. Да, там шнурки есть. Когда есть шнурки, то есть отверстие. То есть есть возможность выхода оттуда воздуха и всего остального. Эммм... Вообще-то скафандр это многослойная, довольно сложная конструкция и шнурки запросто могут быть элементом какого-то внешнего слоя, не имеющего непосредственного отношения к задаче сохранения герметичности. Но... Чу! Кажется, уважаемый эксперт сейчас выдаст обоснование. И почитайте, что такое абсолютный вакуум. Что в абсолютном вакууме материя пытается... Попадая в этот абсолютный вакуум, она пытается равномерно его заполнить. Эх, любимый аргумент плоскоземов. Какая неожиданность, что мы на него здесь натолкнулись. Внезапно. Ммм... Но на самом деле материя отнюдь не обязательно будет заполнять собой пространство, будучи помещена в условиях абсолютного вакуума. Твердые тела, например, в большинстве случаев так себя не ведут. То есть, есть явление сублимации, когда твердое тело переходит в газообразную фазу, минуя все остальные. Да, но мы сейчас не об этом. Так же, как и жидкости. Далеко не все будут прям стремиться испариться в вакууме. Есть такие, которые делают это крайне неохотно. Газы... Да, другой разговор. Но, если мы посмотрим на газ, так сказать, очень мощным микроскопом, ну, допустим, то мы увидим молекулы, которые летают в пустом пространстве в вакууме. То есть, газ это вакуум с молекулами. О как! И, на самом деле, твердые тела тоже. Кроме того, совершенно необязательно стремиться проводить какие-то эксперименты в условиях абсолютного вакуума для того, чтобы пронаблюдать, как газы перетекают из объема в объем. Для этого можно взять, например, баллон высокого давления, лучше с негорючим газом каким-нибудь, открыть его в вентиль и пронаблюдать, как содержимое баллона весело утекает в окружающий его воздух, давление которого отнюдь не нулевое. То есть, вакуум, на самом деле, не совсем обязателен для этого. Ну, а самое главное тут то, что давление окружающего нас воздуха, вот это атмосферное давление, падает с ростом высоты, на чем, собственно, основан один из методов ее измерения. Связь вполне однозначная и четкая. То есть, вот здесь внизу у нас давление воздуха равно примерно одной атмосфере. Ну, оно зависит от погоды, от местности, но, тем не менее, примерно одна атмосфера. А поднимаемся все выше и выше, это давление становится все меньше и меньше. И на какой-то высоте, не маленькой, но все-таки достижимой, это давление становится настолько малым, что его уже сложно отличить от нуля. И как же это так получается, что внизу, значит, область с газом высокого давления целая атмосфера, вверху практически ноль, но воздух оттуда, туда почему-то не устремляется. Хотя, казалось бы, наверное, этот воздух внизу чем-то удерживается. Но чем? Ну, а потом посмотрите на ютубе, как из цистерны выкачивается полностью в воздухе, что с ней происходит? Да, она становится в дулю, ее скручивает. Почти наверняка уважаемый эксперт имеет в виду вот это знаменитейшее видео. Но когда мы его смотрим, стоит помнить о некоторых важных мелочах. Во-первых, цистерны рассчитываются на некоторое избыточное внутреннее давление, которое их некоторым образом распирает, раздувает и придает дополнительную прочность. Во-вторых, внутри этой цистерны все-таки не абсолютный вакуум, а просто сниженное давление, возникшее из-за того, что, скорее всего, там внутри перевозилась какая-то легко летучая жидкость. Эту жидкость слили, и объем цистерны оказался заполнен ее парами. Затем при закрытой крышке цистерну, похоже, облили водой, она остыла, и этот самый пар какой-то легколетучей жидкости, может быть, бензин, ацетон, дихлорэтан какой-нибудь, я не знаю, этот пар сконденсировался, тем самым внутри цистерны резко упало давление. А сложилась быстро она по той причине, что это все-таки такая полужесткая конструкция. Это не мягкая автомобильная шина, а больше похожая на, я не знаю, банку от газировки. Если вы на эту банку будете давить с какой-то силой, то она сначала будет держать ваши усилия, а затем резко сложится, когда вот она потеряет прочность. Когда дойдете до предела того усилия, которое она еще может держать, она просто сразу схлопнется. Здесь произошло то же самое. То есть внутри цистерны пропало, поддерживающее ее давление, и она держалась до последнего. Потом атмосфера просто ее сломала окончательно. То есть вакуум сам по себе ничего не скручивает и не сминает, а вот внешнее давление таки да. Представьте этого шнурованного космонавта в костюме, который вообще никакой, ну по теории же, опять же, по теории. Плоскоземы ненавидят теории. Ну, если только это какие-то другие теории, не плоскоземные. Вот в космонавтике, то там абсолютно серьезнейшая радиация. Это вот те костюмы, в которых Арнстронг высадился на Луну и летал. Это дядя летчик. Дядя Юра. Этот Гагарин в космос, якобы, где абсолютный вакуум и космическая радиация. То костюм этот не задерживает вообще никакой радиации, просто ноль, абсолютно причем ноль. Вообще никакой? Прям совсем-присовсем? То есть этот скафандр был прозрачный, ведь свет это тоже радиация. Или уважаемый эксперт этого не знает? Вообще-то Гагарин летал не в одном скафандре, а в целом космическом корабле. Или как тогда в газетах писали, в звездолете. С герметичным и очень даже толстостенным корпусом. Так что даже если бы на нем были просто тапочки, ничего страшного с ним бы не случилось. Ну и вообще-то сами можете убедиться, посмотреть в интернете фотографии этих костюмов. Эти костюмы называются скафандры, и стесняться этого слова совершенно не нужно. Скафандр типа СК-1, в котором летали все первые советские космонавты, состоит из трех основных слоев. То есть внутренний слой герметичный и резиновый кокон, в котором уже и, собственно, помещается человек. Поверх него силовой слой из нерастяжимой ткани. Он нужен для того, чтобы ограничить раздувание на тот случай, если кабина все-таки потеряет герметичность. И самый внешний слой поверх всего этого – это яркий такой оранжевый комбинезон, который, во-первых, предохраняет все внутренние части скафандра от лишних загрязнений или, возможно, каких-то повреждений, от проколов. И, во-вторых, помогает поисково-спасательным командам побыстрее найти космонавта, вот только что приземлившись. То есть он яркий, оранжевый, светоотражающий, все очень хорошо. Под скафандр поддевался еще комплект из очень специального белья с вентиляцией, чтобы космонавт бы не употел. И биомедицинские датчики. То есть все это вместе можно, условно говоря, считать слоем номер ноль. И скажите, вы до сих пор после этого будете верить в то, что на Луну высадились космонавты в этих костюмах? Космонавты на Луну в самом деле еще не высаживались. То есть ни Гагарин, ни Титов, ни Леонов, ни Терешкова, ни все, кого я еще могу вспомнить, никто из космонавтов ныне еще живых и уже, к сожалению, умерших на Луне действительно не был. А вот американские астронавты на Луну как раз высаживались. И их скафандры устроены были намного сложнее, чем первые советские и даже сложнее, чем первые американские скафандры. То есть здесь возникает вопрос, высаживались ли они? И в принципе... Нет, здесь возникают немного другие вопросы. Например, почему уважаемый эксперт вначале заявил, так сказать, сформулировал такие красивые слова про то, что наука – это поиск нового, что, к сожалению, людей, которые заняты поиском ответов, очень мало. Ну вот как бы он все это понимает, но при этом даже не попытался просто погуглить информацию о том, как были устроены скафандры, которые он взялся разоблачать и критиковать. Ведь достаточно же прочитать об устройстве скафандра СК-1 и узнать, что вот те самые ботинки со шнуровкой надевались поверх силового слоя, то есть внутри них как минимум две оболочки – силовая и герметичная. А то еще, скорее всего, какие-нибудь спецноски там в самом внутри. Что мешало ему это узнать? Ну, кроме чувства собственного всезнайства. Почему уважаемый эксперт даже не задумывается о том, что прототипами первых космических скафандров были костюмы пилотов-высотников, пилотировавших свои боевые машины на такой высоте, куда, в принципе, без кислородной аппаратуры смертельно опасно просто залетать, то есть от 9 километров и выше. И такие самолеты, они вовсю эксплуатировались уже во Второй мировой войне. А после ее окончания, когда вот начала бурно развиваться реактивная авиация, практически потолок поднялся с прежних там 10 километров до 15 и выше. И там не просто кислородная маска нужна, а там нужен гермошлем и полноценный высотнокомпенсирующий костюм. Потому что, несмотря на все гермокабины, всякое может случиться. А если мы посмотрим на такой высотнокомпенсирующий костюм вблизи, то увидим, что он весь состоит из каких-то завязочек, шнурочков, молний и тому подобного. Почему у уважаемого эксперта даже тени мысли в эту сторону не появляются? Как так? Почему уважаемый эксперт в принципе не задумывается о том, что сама по себе шнуровка еще не означает обязательного наличия каких-то сквозных отверстий в зашнуровываемом предмете? Даже у меня есть ботинки-берцы с глухим клапаном. Выглядят они не так, конечно. Это вообще не мои, это просто пример. Но идея понятна. Они непромокаемые. Во всяком случае, когда новые. Сейчас-то они, конечно, уже разношенные, старенькие. Им уже несколько лет, там швы начинают сочиться. Но тем не менее. Когда они были новые, я в качестве проверки их свойств просто прошелся по местной речке Вонючке. И ничего. Если не черпать бортами, то ноги остаются сухими. То есть ботинок герметичный, несмотря на шнуровку по всей длине. Неужели это настолько сложная концепция, что она в принципе недоступна человеку, ведущему канал со столь пафосным названием, как сфера знаний? Ну и самый главный вопрос во всей этой истории. Как можно прийти к пониманию какого-то там мироустройства, если ты не разбираешься не то, что в космической радиации? Это-то ладно. Ну даже в шнурках! Ну как? А что лично меня больше всего огорчает в таких людях, так это то, что вот чем каждый такой независимый мыслитель невежественнее, чем он косноязычнее и ленивее, тем со все большим пафосом и безапелляционностью он выносит абсолютно нелепые суждения по таким вопросам, в которых он разбирается еще хуже, чем я в балете. А я, к сожалению, в балете не понимаю вообще ничего. На этом данное видео завершается. Всем всего хорошего, не болейте. Мракобесие не пройдет. Мракобесие не пройдет.